Привет всем иршим, и да, сегодня будем смотреть на довольно неоднозначный проект под названием Blood of Steel, причем игра напоминает мне такие игры как Conqueror's Blade и конечно же любимый мной Tiger Knight. Причем понимаете, если Tiger Knight начинала пожалуй с опоры на реализм и похитрые царствия, то эта игра напрочь от него отказалась. Хотя возможно реализм это не то что привлекает нынешнее поколение игроков, но понимаете там даже прокачка была куда интереснее, там были генералы, которые мы брали вместе со своей армией. А своего героя мы могли кастомизировать, сделав его к себе более ближе, так скажем отыгрывать свою роль, ну или что-то в этом духе. А если уж говорить о боевке, то ну вы сами все видите, здесь совсем все плохо, даже упомянутый мной Conqueror's Blade вообще ни в какое сравнение не идет. То есть там боевка куда динамичнее, эффектнее смотрится, чем вот извините меня то что происходит здесь. Причем если сравнивать ее с остальными проектами, она проигрывает практически по всем пунктам, но если вы считаете что я не прав, конечно меня исправьте. Но даже вот в Тигр Кнайте, когда мы прокачивали какие-то отряды, у нас также открывалась какая-то экипировка для нашего персонажа. То есть мы прокачиваем там лучников, и для нашего героя открывается какой-то лук, какой-то кинжал или меч, может быть чит. И в общем-то да, это подстегивает нас открывать какие-то новые отряды для того, чтобы приодить своего героя и возможно что-то еще разблокировать себе. Тут у нас идет отдельный герой, с привязанным уже к нему отрядом. И может быть ввиду своего возраста я превращаюсь в зануду, но помните я говорил про отход от реализма. Ну разработчики не то чтобы отошли от него, они скорее как-то убежали в припрыжку так. Ну посмотрите в общем-то сами. Ну и здесь даже говорить-то толком нечего, создается впечатление, что мы играем скорее в какой-то смайт. У нас непомерно огромное оружие, наш отряд, который состоит из одних и тех же лиц, какие-то смазливые там мальчики с одной и той же прической. Да, мы можем поменять ему облик, мы можем поменять облик своему генералу, ну опять же, это все как-то смотрится довольно дешево, даже те же схватки. Да, они бывают быстрыми и порой даже какими-то эффектными, но опять же этого мало. Хотя с другой стороны, что ни говори, здесь довольно много героев, они отличаются друг от друга своими отрядами, своими навыками, как пассивными, так и активными. Ну и помните, я говорил уже про Тигр Найт? В этой игре уже в два раза больше игроков, чем в том же Тигр Найте в его лучшие годы. И кто знает, может быть разработчик выбрал удачное время для запуска своего проекта, а возможно это результат удачно сыгранной рекламной кампании. Но в любом случае, мы имеем вот такой вот порочный результат саити между смайтом и конкуерсблейдом. И в целом смотрится это довольно странно. Хотя я должен сказать, что здесь довольно приятный интерфейс, и что ни говори, постоянно вылезают какие-то менюшки. Ну там, ты нажал на кнопку, молодец, получай сундук, 100 дукатов и какой-то герой на день. В общем, куча заданий и куча наград. И создается впечатление, что мы та самая крыса, которая нажимает на кнопку, чтобы получить какую-то вкусняшку. И в целом, да, создается какой-то эффект, ну не знаю, реграбельности. Мы постоянно выполняем какие-то задачи, добиваемся каких-то лучших результатов, получаем какого-то героя, какой-то облик. И в целом это подталкивает нас играть снова и снова. Но все же я не могу вам порекомендовать эту игру ввиду более сильных конкурентов. И я не знаю, умрет ли эта игра завтра или послезавтра, а может быть через год. А кто знает, может быть она наоборот будет развиваться и как-то изменится и поменяется в лучшую сторону. В общем, покажет только время. Но в любом случае, я уже не раз подскальзывался. И тут можно вспомнить и Total War Arena, который представлялся мне довольно многообещающим проектом. И в который я залипал ночами. И тот же Носгот, который я тратил свои деньги, играл днями, сутками вместе со своим другом. И мне это безумно нравилось. И в общем много-много других игр. Поэтому если вы не хотите повторить мою участь, действуйте крайне аккуратно. Смотрите на статистику и только от этого уже отталкивайтесь. Ну я имею ввиду статистику серверов в стиме. Ну на том же стимчарт или на каких-то других сайтах. В общем смотрите, как долго ищется матч и уже по своим ощущениям решайте для себя, стоит ли игра каких-то вложений. В плане денег или даже своего времени. И раз мы загадываем и засматриваемся наперёд, то я представлю какую-нибудь такую игру только на Вархаммер Фэнтези Вселенной. Да, это было бы довольно круто. Хотя одна сессионка по вселенной Вархаммеру у нас уже есть. И высоко она, так скажем, не взлетела. Но не будем показывать пальцем. В любом случае, если вам понравилось это видео, то что ж, пишите комментарии, ставьте лайки. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Берегите себя и своих близких.